Здравствуйте! Это программа «Попучик» в студии Павел Фёдоров. Сегодня мы обсуждаем очередной юбилей. Дело в том, что ровно 80 лет назад компания General Motors приобрела такой автомобильный, ныне известный бренд Opel. Сегодня в гостях у нас историк Константин Шестинский. Добрый вечер, Константин. Добрый вечер. Давайте вспомним не только момент владения GM-ом этого бренда, который существует очень успешно и является довольно популярным и в Европе, и у нас в России, но и вообще зарождение этой марки с самых азов, с самого начала, еще до GM-овский период. Вот с чего стоит начать? Бытует мнение, что все началось с совсем других машин, что Адам Opel, которого признают отцом основателей компании, и, в общем, разбирался в швейных машинках, даже не машинках, а машинах. Это какие-то были серьезные аппараты. Вот он ли основатель, и как все это начиналось? Ну, дело в том, что в 80-х годах позапрошлого, теперь уже века, в Европе стала распространяться эпидемия механизмов, я бы сказал. Появлялись швейные машины, стиральные машины, машины для передвижения, которые назывались бисеклетами, мы их сейчас велосипедами называем. И вот в рамках вот этого вот явления производство вот таких вот механизмов, оно обещало солидные прибыли. Но подобного рода производства требовали и солидных вложений. Они требовали очень высокой культуры производства и высоких по тем временам технологий. Это в обработке, прежде всего, металла, в точности производства отдельных частей этих механизмов и так далее. То есть, это все самое современное, как сегодня у нас, например, IT-индустрия, компьютеры и все прочее? Да, тогда это были самые современные технологии. И производство швейных машин, как это ни странно, с этой точки зрения ничем, или практически ничем не отличается от производства более сложных механизмов, таких как двигатели, таких как паровозы, велосипеды и так далее. Ну, а коли в компании существует, компания владеет технологиями и культурой производства сложных механизмов, то нет ничего удивительного, что в один прекрасный день дети Адама и Опеля, их было пятеро, увлеклись новыми по тем временам вещами, модными вещами, вещами престижными, вещами, говорящими, ну, скажем так, являющимися статус символом своего владельца. Ну, это автомобили. А сам хозяин и основатель фабрики, он к тому времени уже умер и оставил братьям свое предприятие. Но я должен сказать, что предприятие, на котором выпускались вот эти швейные машинки, оно было уже достаточно большим. Там работало несколько сотен человек. Они выпускали несколько сотен велосипедов и несколько тысяч, полторы, там, тысячи швейных машинок в месяц. То есть, это было достаточно большое предприятие. То есть, позволяло развернуться и запустить производство. Денег они на этом деле накопили достаточно. И это позволило им, не сворачивая, я замечу, прежних производств на первом этапе, развивать новое производство. А автомобилестроение было новым производством, потому что, ну, если честно, положа руку на сердце, опыт конструирования автомобилей в конце позапрошлого века, ну, имело несколько фирм всего. В Германии, например, это Daimler, Benz, да? Это уже потом стало количество этих фирм увеличиваться с огромной быстротой. То есть, затея была такая авантюрная, именно благодаря увлеченности вот этих сценарий. Да, если бы они не были спортсменами, как тогда говорили, если бы они не были помешаны на велосипедах и скорости. Скорость – это особое ощущение, да, которое человек испытывает, несясь в автомобиле и самолично им управляя. И вот они этим ощущением были охвачены все. Это заставило их, ну, во-первых, купить автомобили, попробовать все это дело, а во-вторых, задуматься о производстве, потому что сумасшедших таких было достаточно много. Предлагаю посмотреть сюжет на эту тему. У нас как раз есть небольшое видео. Давайте посмотрим. Давайте. «Опель» – одна из самых спокойных в производственном отношении автомобильных марок в мире. Да, были у нее и прорывы, были и кризисы, один из которых привел даже к продаже заокеанскому автогиганту. Но, тем не менее, так и никому не перепродано, и мало того, сейчас на платформе этих автомобилей строятся машины более именитых брендов. Не зря в народе говорят, что когда-то любой автомобиль становится «Опелем». Первый автомобиль «Опель» родился, как и многие существующие, так и безвременно почившие в конце 18-го столетия. Фирменным знаком компании стали элегантно сплетенные буквы «А» и «О». В таком виде знак использовался до самого конца 19-го века, когда был заменен, собственно, на слово «Опель». Вместе с тем, время от времени появлялись и другие эмблемы в виде счета с упоминанием и «Виктории», и «Моторной фабрики», или просто в вензелях. При тече первых четырехколесных экипажей по сложности механизма была швейная машинка, а по простоте – велосипед. Отцом-основателем компании был «Адам Опель», который некогда увидел швейную машинку и в родном Рюссельхайме устроил мастерскую по изготовлению хитроумного по тем временам устройства. Мастерскую окрестили незатейливо «Адам Опель АГ». Нечто подобное нашему ПБОЮ, или ЗАО. Далее в оборот были запущены велосипеды. В 1868 году «Адам Опель» женился на Софии Мэри, которая впоследствии родила ему пятерых сыновей. По мере взросления сыновья присоединялись к семейному бизнесу. Тяга к механике передалась по наследству. Прогресс развивался стремительно, и в семье заговорили о чуде того времени – автомобили. К сожалению, «Адам Опель» не дожил до того дня, когда за воротами его мастерской завели двигатель первой, но далеко не швейной машины. Ну, вот такое воспроизведение действительности тех дней. Понятно, что это снято уже в современности фанатами, любителями старых автомобилей. С каких машин началось производство на заводе? Вот к чему приступили? Это были собственные конструкции? Конечно, нет. Откуда взялись идеи, чертежи, и, в общем-то, что было взято за основу будущих автомобилей «Опель»? Ну, на самом деле, за основу будущих автомобилей «Опель» были взяты разработки Фридриха Луцмана из ДСАУ, который считался тогда достаточно известным инженером, проектировщиком автомобилей. Его машины были известны в Европе, хотя, в общем-то, производилось их достаточно мало. И вот братья «Опель» обратились к Луцману с идеей на их базе начать постройку новых автомобилей. И, в общем-то, в 1899 году такой контракт был заключен, и первый автомобиль, сконструированный Луцманом, покинул фабрику «Опель». Но тут надо учитывать еще вот что. Луцман считался, хотя и известным конструктором, но несколько, я бы сказал, консервативным. Его конструкции по целому ряду своих параметров, они отставали от тех требований, которые предъявлялись к современным тогда автомобилям. Поэтому через какое-то время Луцман получил отставку, и «Опели» обратились к Александру Дараку, очень известному производителю автомобилей. Дарак – это была очень солидная, известная фирма, с просьбой поработать с ними. Просьба была удовлетворена, и в самом начале XX века начали выпускаться автомобили «Дарак Опель» или «Опель Дарак». То есть, получается, первый блин комом, а зачем братья находятся другого партнера, и все более-менее удачно. Но я бы не сказал, что он был комом, понимаете? Для того, чтобы что-то начать, надо с чего-то начать. И автомобили Луцмана положили некую базу для того, чтобы в дальнейшем могли на предприятии «Опель» производиться другие машины. Ведь нельзя же сразу взять и заставить человека сконструировать автомобиль. Надо, чтобы он имел какой-то опыт в этом деле. И вот сотрудничество с «Дараком» и до этого с Луцманом, оно и позволило накопить тот самый опыт, необходимый для конструирования автомобилей. А по большому счету, только где-то в начале, ну, 1904-й примерно год, вот с этого момента начинается выпуск автомобилей, сконструированных непосредственно на «Опеле». Причем не надо думать, что братья сами там все брали и конструировали. Нет, на самом деле у них был целый штат инженеров, как положено, специализировавшихся на производстве двигателей, производстве шасси. Из них только, в общем-то, один брат, Фрид Сопель, он был такой фанат конструирования, все время что-то предлагал, все время проводил какие-то опыты. Но, опять-таки, это, я думаю, не очень поощрялось семьей, потому что бизнес-то семейный, а всякие подобного рода вещи, они требуют затрат денежных. Производство любых экспериментальных конструкций, скажем так, требует больших денежных затрат. Поэтому, я думаю, это не очень поощрялось, хотя время от времени и на фирме появлялись какие-то, особенно уже в 20-е годы, появлялись какие-то такие вещи, ну, нестандартные. Интересно. А как маркировали свою продукцию братья? Понятно, что в то время вообще вот эмблема, ну, дело было очень важное, да? С одной стороны, автомобили были заимствованы там у Дарака в конце, потом у Апилей была своя эмблема, еще бывшая в семье, там, от швейного производства, от велосипедов. Как они обозначают свои машины? Какие гербы, какие шильдзики, говоря современным языком, были на машинах? Вы знаете, вот тут во фрагменте было упомянуто о том, что было несколько эмблем. Но реально вот у меня дома лежит книжка вот такой вот толщины, которая посвящена истории эмблемы фирмы Opel. Причем там на каждой странице две, а то и три эмблемы, которые в то или иное время ставились на автомобили этой марки. Поэтому говорить о том, что вот эмблема всегда была одна и та же, невозможно. Ну, понятное дело, что сначала это были, был щит, поскольку эмблемы автомобильные, да и не только автомобильные, они ведь своими корнями уходят в геральдику, а основой любого герба был щит. Поэтому у Opel тоже на первых эмблемах было изображение, стилизованное изображение щита с надписью «Адам Опель». Потом, ну, несколько вариантов сразу было этой эмблемы. Потом появилось изображение стилизованных, таких вот переплетенных букв в монограмме «АО». Потом там «АО» верки, «АО» в разных вариантах написания с разными шрифтами. А с чем это вызвало, такой поиск? Ну, гораздо более, наверное, вот если мыслить современными, там, такими категориями, когда узнаваемый логотип, который вот постоянно есть, то как бы он запоминается людям и так далее. Вот почему происходил такой поиск, какие-то изменения постоянно, с чем связано? А понимаете, дело в том, точно сказать я вам навряд ли сейчас смогу, потому что, ну, и вряд ли кто-то скажет. Но с моей точки зрения, что логотипы менялись довольно часто в связи с появлением новых моделей. И для того, чтобы отделить, скажем так, вот старое поколение от нового, можно было много рассказывать про изменения, которые произошли, а можно было просто взять новую эмблему и таким образом разграничить эти поколения. Вот то, что со старой эмблемой, это старое, а это новое, это шаг вперед. Но в любом случае на эмблемах «Опеля» присутствовали вот эти вот замечательные буквы «Адам Опель». И как бы они не выглядели, но фамилия и имя основателя фирмы, они там, как правило, присутствовали. А кроме вот этих шильдиков, кстати, на машины лепились эмблемы каждой отдельной модели. Вот это фирменная эмблема фирмы, марки, да? А еще лепились эмблемы моделей, которые тоже писались в разных вариантах. Ну, вот как сейчас это делается, да, помимо эмблемы компании, есть эмблемы моделей. Так и тогда. Просто они писались в разных вариантах. Это были какие-то вытянутые бруски, это была какая-то стрела с крылышками. Вот, кстати, по поводу стрелы. Когда «Молния» появилась? Вот сейчас все знают, что автомобиль все-таки со знаком «Молния». Сейчас мы уже выясняем, что, оказывается, в самом начале было много разных вариантов. А когда появилась вот эта легендарная «Молния», которая до сих пор вот на этих автомобилях присутствует? Ну, знаете, на самом деле «Молния»-то появилась после войны, когда появился грузовик, первый автомобиль «Опеля» послевоенный «Блиц». И «Блиц» – это, собственно говоря, и есть «Молния». Но она появилась не сразу. Поначалу были два таких соединенных друг с другом прямоугольника с закругленными краями, на котором сверху было написано «Опель», а внизу «Блиц». И вот постепенно эволюционируя, появилась вот эта эмблема «Молния». Причем сразу она была похожа на руническую букву «С», вот ту самую, которая на эмблемах соответствующих войск в свое время была. Она была сначала похожа на такую «Молнию». То есть, могли бы даже проводить аналогии некоторые критики. Ну, я бы не стал проводить аналогии. Да, исторические аналогии – дело неблагодарное и опасное, я бы сказал. Но руническая буква присутствовала. А потом она просто была заменена «Молнией» вот такой вот уже в том виде, в каком мы ее привыкли видеть. Понятное дело, что и сама «Молния», и эмблема, на которой она изображалась, и графическое изображение, она неоднократно менялась. Я же сказал, что вот мы уже сюда. Более того, цвета фирменной компании тоже неоднократно менялись. Но вот до тех пор, пока не устаканилось вот то, что есть. А как себя... Давайте вернемся к машинам. С эмблемой примерно все ясно. Ну, ясно то, что нужно действительно, кто увлекается, искать вот эту литературу. Если там целый Талмуд, и кому это интересно, конечно же, посмотреть, ищите эту книгу. И кому интересно происхождение Геральдики Опель, наверное, стоит посмотреть. Потому что сегодня мы просто все не охватим. Давайте вернемся к машинам. Начали разрабатывать собственные модели. Но мы знаем, что в эту эпоху Германия была замешана в двух сильных войнах. Первая, вторая, мировая. Вот чем занималась компания между войнами? Какие автомобили? Какие объемы производства? Как они себя чувствовали? Вы знаете, в 1914 году Опель была одной из, я не буду говорить самой крупной, поскольку такой дотошной статистики у меня нет, одной из крупнейших автомобильных компаний Германии. А в Германии к тому времени было несколько десятков автомобильных фирм. И вот быть одной из крупнейших, это означало, что продукция этой компании была на рынке и в стране, и за ее пределами достаточно известной. Ну вот, я тут некую статистику подготовил. И в 1924 году, грубо говоря, как раз промежуток между войнами, Опель стал первым германским автомобильным производителем, представившим новую продукцию после окончания мировой войны. И это о многом говорит. Это говорит прежде всего о том, что война, понятное дело, разорила Германию со страшной силой. Понятное дело, были выплачены репарации. Понятное дело, что союзники получили все, что могли, и даже что-то из того, что не могли. То есть территории, там много всего было, да? Да, мы сейчас не будем этому касаться, но я вам скажу, что 20-е годы, это годы, когда инфляция в Германии скакала огромными семимильными шагами, когда рабочие, получая зарплату, в тот же день старались ее отоварить, потому что завтра она превращалась в ничто. И вот в этих вот условиях, да? Ну, кто, собственно, интересуется, может ремарку почитать, там все написано у него, он очень хорошо это изложил. Вот в этих вот условиях выпустить новую машину вперед таких известных фирм, как Мерседес и Бенц, да? Это о многом говорит. Это говорит, прежде всего, о жизнеспособности этого предприятия. О потенциале каком-то, ну, да, сложно себе представить, в общем-то. Вот, понимаете, что эта машина, наверняка, разрабатывалась в несахарных условиях. И выпустить вот ее, это уже большого стоило. Но, и вот, когда мы с вами говорим о том, чем занималась компания между двумя войнами, мы с вами плавно подходим к тому, что Германия была одной из крупнейших стран, из крупнейших европейских стран по количеству автомобилей. Одна из первых была, это была Великобритания, Франция и Германия. Вот три крупнейших страны в Европе, где было самое большое количество автомобилей в это время. Ну, вот секрет количества, да, то есть автомобиль должен быть таким, поначалу же это была роскошь, чтобы вы могли купить. То есть, опять же, возникает идея народного автомобиля. Мы все знаем, что вот почему-то в большинстве в нашем сознании связывается идея народного автомобиля, конечно же, с жуком, да, даже с машиной КДЕ. Нет, идея народного автомобиля, она покоится в начале 20 века, достаточно вспомнить «Доктор Ваген», «Опелевский», 9-го года. Предлагаю вспомнить. Давайте посмотрим как раз сюжет на эту тему. У нас есть подборочка. Давайте. Настоящий автомобиль, только маленький. Вспомним «Пежо Бибе», да, то же самое. То есть, в разных странах были свои воплощения народного автомобиля. Давайте посмотрим на то, что предлагал «Опель» в 1909 году. Крупным шагом на пути к созданию полноценного автомобиля стала в 1908 году четырехцилиндровая модель 4.8, носившая имя «Доктор Ваген». Это был простой, маленький двухместный кабриолет со съемными ободами колес и массой новшеств и дополнений. Автомобиль использовался, в частности, врачами, как самая удобная, простая, надежная и, самое главное, проходимая машина. Как вы понимаете, тогдашние дороги были далеки от совершенства, как в городах, а уж и подавно в сельской местности. Больниц и прочих амбулаторных пунктов не было и в помине, так что приходилось Геру-доктору шлепать до деревни даром, что на лошадке, а то и вовсе пешком. Так что появление на рынке 4.8 пришлось как нельзя кстати, при этом учитывая бросовые цены. Стоимость автомобиля составляла 3950 марок, что было вдвое ниже цен конкурентов. Производство автомобилей в 1909-1910 годах увеличилось в два раза. Это было достигнуто за счет модульной системы сборки, которая позволяла создавать различные комбинации из двигателей, кузовов и шасси. Давайте продолжим разговор о том, что в Германии было много автомобилей массовости. А вот когда появляется много сложной техники, ее же нужно как-то обслуживать, нужно производить запчасти, ремонт, все что. То, что сегодня называют ТО, тогда же было ли такое понятие вообще в Европе? Ну, понятное дело, было. И вот в 1924 году дилеры компании начали работать по той самой схеме, которая сейчас является общепризнанной. Появляются дилерские пункты по продаже автомобилей, мастерские при них для их ремонта, дается как гарантия на автомобили. Они обслуживаются все как положено. То есть, не надо думать, что вот все это появилось недавно. Все это появилось еще в 20-е годы. Причем не только в Германии. Просто пионером этого дела в Германии был Opel. В других странах были свои фирмы, пионеры этого дела. Но, в частности, раз уж мы говорим о Германии, то надо сказать, что вот Opel в это время свою дилерскую сеть раскинула широко по стране. И к 1928 году это крупнейший автопроизводитель в Германии, который занимает 37,5% рынка. Это при наличии нескольких десятков автомобильных компаний. И таких грозных конкурентов, о которых мы уже говорили. Понимаете, вот грозные конкуренты, о которых мы говорили, они выступали немножко в другой ценовой категории. То есть, с одной стороны, да, они все выпускают автомобили и ввиду этого являются конкурентами. Но, с другой стороны, среди и Дамлер, и Бенц, которые к тому времени уже объединились в Мерседес-Бенц, в конце 20-х годов они не ставили перед собой задачи наводнить Германию дешевыми автомобилями. Они держались своего имиджа. Они лакшери-бренды, они продолжали выпускать подобного рода автомобили. А Opel был то, что сейчас называется, французы говорят, генералист. Тот, кто выпускает автомобили для всех категорий населения, включая и неимущие. И должен вам сказать, что вот это положение, когда компания занимала 37,5% рынка, оно и привлекло к себе внимание такого гиганта, как General Motors. Она ведь не сделала предложение Дамлер-Бенцу, она не сделала предложение никому из других компаний многочисленных, которые были в Германии. Она сделала предложение именно Opel. Почему? Именно потому, что ситуация на мировом рынке в конце 20-х годов складывалась следующим образом. Было две господствующих компании американские. Opel, General Motors и Ford. Ford тому времени уже сдавал позиции. Но без боя, понятное дело, он не сдавал их. Он цеплялся за каждую возможность. Прикупить новое производство, организовать производство автомобилей в любой стране, включая Советский Союз, которая, в общем-то, по идеологическим соображениям во многими странах исключалась из партнеров. Ford за это брался. Не менее важным было заключить соглашение и для General Motors в Европе. Не меньшее. Иметь свою базу. И вот если мы скажем, что в конце 20-х годов у Ford уже была надежная база в Европе, то у General Motors такой базы не было. И смотрите, как подгадала история или обстоятельства. С одной стороны, необходимость у GM приобрести партнера в Европе. А с другой стороны, Opel поправить свое материальное положение. Потому что на Европу уже, несмотря ни на что, надвигался кризис. Понятно было, что для того, чтобы пережить эти трудные времена, понадобятся деньги. Да и, в общем-то, на продолжение деятельности понадобятся деньги. И в 28-м году Opel стал акционерным обществом. И в 29-м году 80% акций компании прикупила General Motors. Получается, ушли за океан. Вот отсюда ли такое неуважительное отношение немцев к этой машине? Мы помним, что звучали слова, что когда каждая машина станет Opel, продай Opel, купи машину. Это уже современные такие несколько слова. Вот после этого факта, что фактически теперь это стало американским таким брендом. Если можно так выразиться. Вы знаете, я бы не сказал, что Opel стал в это время американским брендом. Он по-прежнему оставался европейским брендом. Дело в том, что подход к производству автомобилей, к качеству автомобилей, к проработке отдельных деталей автомобилей и к их ездовым характеристикам в Европе и в Америке был разным. Он и сейчас разный. А тогда разница эта еще больше бросала в глаза. И вот с точки зрения подхода к производству, Opel по-прежнему оставался европейским брендом. Грубо говоря, это был качественный и недорогой автомобиль для Европы. Привычный для европейцев. А американским там был, на первых порах, только капитал. И, собственно говоря, интеграция-то в GM происходила аж в 42 года. Они только в 31-м году интегрировались окончательно туда. Понятное дело, что американцы не спешили. Понятное дело, что им надо было присмотреться, решить, что делать с этим новым приобретением. Да, наступили на хвост Форду. Да, стали крупнейшей мировой автомобильной корпорацией. Но вот что дальше? Дальше надо было привносить свои современные американские технологии на европейскую сцену. И вот Opel был прекрасной площадкой для того, чтобы все это осуществить. Что можно назвать первым таким продуктом вот этих стремлений? То есть, сочетание новых американцев технологий и традиционного этого европейского качества. Можно назвать какую-то конкретную модель или вообще что пошло? Что можно назвать первым? Ну, вот смотрите. В 35-м году появился первый немецкий автомобиль с несущим кузовом. Это Олимпия. Opel Olympia. Дальше пошли машины по цене 1650 марок, P4, например. То есть, это оптимизация производства произошла? Это, ну, во-первых, американцы привнесли некий... Я бы не сказал, что сразу на Opel установили конвейер, он стал выпускать машины, как пончики горячие, да? Нет, они привнесли на производство некие элементы конвейера, элементы массового производства, которые в конечном итоге реализовались в конвейер, да? Давайте посмотрим. Как раз у нас есть сюжет по поводу Lauproche, и мы можем посмотреть, как работал этот конвейер. Ну, сюжет надо чуть попозже. Предлагаю до этого еще все-таки обсудить важную тему. Мы немножко сейчас движемся с такими крупными шагами. История очень длинная, можно говорить довольно долго об этих автомобилях. Предлагаю затронуться тему спорта. Мы с самого начала начали говорить о том, что братья увлекались спортом, были такими спортсменами. И несколько... Вот тема спорта, она проходила красной чертой. То есть вот эти машины, которые собирались, они участвовали в гонках и соревнованиях. Ну, сейчас у нас говорят уже редакторы, что готов сюжет по поводу конвейера. Можем посмотреть, во что вылились вот эти старания и усилия. Первым серийным построенным конвейерным способом оперевским автомобилем в 1924 году стала модель Opel 412, Laubfrosh. В дословном переводе означает «древесная лягушка». Существует две версии, откуда взялось такое оригинальное название. Первая – из-за характерного цвета кузова. Абсолютно все автомобили раскрашивались в зеленый цвет. И вторая – из-за особенностей подвески. Автомобиль сильно прыгал на ухабах. К этому можно добавить и третью версию – национальную. Как известно, в свое время в России тоже было создано нечто зеленое и прыгающее. Народ нарек творение козлом. А тут поди ж ты, Германия как-никак. Вот и получилось, не абы какая лягушка, тогда была бы просто Франция, а древесная. Впрочем, без Франции не обошлось. Те нелишенные патриотизма немецкие граждане, кому выпало тогда побывать в городе Парижа и иже с ним, никак не могли взять в толк, почему по местным улочкам бегают и прыгают родные лягушата. Но с совершенно незнакомым клеймом в виде двойной стрелочки. Прямо скажем, конфуз. Или плагиат. Машина и впрянь, как две капли воды, была похожа на Ситроэн. Чуть было не дошло до суда. Господин Ситроэн собирался подать иск, требуя плату за лицензию. Однако до Фемида не дошло. Пока писались жалобы, нашлись различия в двигателях, лишние миллиметра в базе, обнаружился не тот оттенок кузова. Словом, вышло, как в советском автопроме. Мол, это совсем другая машина. А оригинал мы только взяли за основу. Правда, существует и другая версия. По ней Ситроэн все-таки подал в суд и даже выиграл процесс. Немцам срочно пришлось корректировать внешность, вносить изменения в конструкцию и даже менять цвет. Если, например, у Форда все машины были черного цвета, то на Opel решили, что зеленый будет в самый раз. По заводской документации машина носила название 412PS, а за воротами автомобиль окрестили как раз «Лауфронт». Итак, на Opel вовсю работал конвейер и штамповал лягушек всех разновидностей. Автомобиль имел четырехцилиндровый двигатель объемом 1 литр, мощностью 14 лошадиных сил. Ну вот, небольшая зарисовка на фоне современного конвейера, вот эти самые древесные лягушки. Действительно имел место вот этот вот скандал с Ситроэном? Могло бы это быть в то время? Вот такая ситуация. Или это у нас сейчас скандал с китайскими производителями, а там с Советским Союзом в недавнем прошлом? Или тогда тоже уже был свой промышленный шпионаж, была конкуренция такая жесткая? И вот могла быть ситуация, когда подсмотрели, использовали, взяли на вооружение? Ну, вы знаете, честно говоря, европейская школа конструирования автомобилей, в том числе французская, немецкая, понятное дело, что они различные ввиду разной исторической платформы. Но, тем не менее, они очень схожи. И требования клиентов были достаточно схожими и во Франции, и в Германии в 20-е годы. Поэтому нет ничего удивительного, что и в Германии, и во Франции появились схожие машины. Тип кузов самый простой, который только можно предположить. Все остальное технологично. Главное, это технологично, а значит дешево. То есть, все, что удешевляет машину, было использовано и там, и там. И я не знаю, честно говоря, подсмотрел ли кто-то у кого-то чего-то, не подсмотрел ли. Это сейчас, как вы понимаете, если уж тогда на суде не удалось установить кто-то у кого-то чего посмотрел. Теперь уж и подавно. Теперь уж и подавно. За руку никого не поймали. Но, по-моему, здесь не это важно. Важно то, что в Германии в 20-е годы появился достаточно дешевый автомобиль. Не сказать, что он был для всех народный. Но достаточно дешевый автомобиль, который с успехом продавался в стране. А вот если мы с вами будем говорить о том, как развивался «Опель» дальше, в 30-е годы, то мы с вами увидим, что в 36-м году, во-первых, «Опель» выпустил первый «Кадет», а во-вторых, «Опель» – это крупнейший в Европе автомобильный производитель, который производил 120 293 автомобилей. Произвел в 36-м году. 120 293. Это же по сегодняшним меркам. Вдумайтесь в эту цифру. Это даже по сегодняшним меркам вполне приличные показатели. У нас сейчас газ меньше производят, грубо говоря, хотя с известными поправками на время. Вот, судите сами, вот результат влияния «Джиэм» на «Опель». И, как видим, влияние-то это оказалось достаточно положительным. Немецкий подход к конструированию автомобилей, американские деньги. И вот мы уже видим крупнейшего производителя. Предлагаю вернуться к теме спорта. Насчет влияния, насчет успехов. Почему-то мы все знаем про успехи других американских концернов на этой ниве. Мы все привыкли слышать про серебряные стрелы «Мерседес», про успехи «Автоюниона». Почему-то как-то упускаются успехи спортивных автомобилей «Опель». Но ведь они же были и были даже, по-своему, замечательные рекордные автомобили. Предлагаю посмотреть сюжет на эту тему и немножко поговорить об этом. Какие были успехи именно на спортивном поприще у этих машин. В 1927 году на фабрике приступают к сборке ракеты. Обтекаемый сигарообразный кузов и впрямь напоминал ракету, оснащенную колесами и одним-единственным стулом. Вместо мотора позади конструкции устанавливался блок сигнальных пороховых ракет, которые применялись в военно-морском флоте. Первый заезд «Рак-1» состоялся 11 марта 1928 года. Правда, он был не совсем удачным. Сработали не все запалы и машина проехала всего 150 метров. «Рак-2» — второй автомобиль и вторая попытка. Здесь уже сработал человеческий фактор. Испытатель Курт Волькхарт, разогнавшись до 96 километров, отказался продолжать заезд. И вот 23 мая за руль садится сам Фриц Опель, внук Адама Опеля. На трассе «Авуз» «Рак-2» достигает невиданных доселе 238 километров в час. Свидетелями заезда стали почти 3000 зрителей. К этому моменту конструкция была усовершенствована. Ракеты приводились в действие от электрического запала, а в качестве прижимной силы использовалось антикрыло. Эксперименты с реактивными двигателями одновременно продолжались на железной дороге, а также эту адскую пороховую бочку пытались приладить к аэроплану. Ну что ж, мы видим, вот он, один из пятерых сыновей Фриц, который любил механику, все-таки каким-то образом сумел выбить деньги из компании и вот участвовал в таких экспериметах даже лично. Немножко другое. В 28-м году компания уже не принадлежала братьям Оппе. Она уже была акционерной. Семья осталась довольна на чужие деньги, на американские. Нет, еще не на американские. Дело в том, что то, что мы сейчас видели, к спорту как таковому никакого отношения не имеет. Есть, вернее, было, да и есть сейчас некое направление, это рекордные заезды. Показать рекордную скорость. И, собственно говоря, вот к этому и стремился Фрицопель. Ну, не все коллеги-автостроители его поняли. Например, Хорьх посмеивался над такими вот вещами. Ну, в общем-то, справедливо, потому что реально к автомобилям это никакого отношения не имеет. Это некий рекордный снаряд для установления очередного рекорда. Чтобы можно было сказать, вот, Опель установил рекорд в 235 км в час на ракетном автомобиле РАГ-2. Ну, и что? Ну, установили. Больше за этим. Да, этот рекорд подержался до 34-го года. На современников это подействовало? На публику это произвело впечатление. Ну, и поэтому давайте будем говорить так, что это некие такие пиаровские, как сейчас принято, ходы, которые имели практическую основу установления рекорда скорости. И второй – это рекламный ход, который позволил Опелю укрепить свои позиции на рынках. Вот я, например, отношусь к этому именно так. Собственно говоря, к этому так относились и современники, коллеги по автомобильному производству в Германии. Хотя и конкуренты в некоторой степени, да? Потому что, ну как, Хорьхову не улыбнуться на такие вот интересные парады. А все-таки спорт в чистом виде был? Участвовал ли Опель в каких-то рамках? Да был, конечно. Опель в составе команды германского автомобильного клуба в свое время, в 1913 году, участвовал, да и раньше, участвовали в пробеге на императорский приз, который проводился в России. Это было одно из крупнейших ралли Европы. И более того, они занимали там первые места. Германский автомобильный клуб занял в манус пробега в первое место. И сам император Николай Второй вручал Опелю кубок. Так что, конечно же, были победы. Но они были, может быть, не такими громкими, как у тех же серебряных стрел в 30-е годы. И, может быть, они были не такими значительными, да? Ну, при всем при том, мы же с вами знаем, что американцы люди достаточно практичные. Понимая, что все, что происходит в спорте, все те технические инновации, которые сегодня появляются на гоночных трассах, завтра появятся на серийных автомобилях, они, понятное дело, вкладывали какие-то определенные деньги в это направление. Ну, по сравнению с их конкурентами, деньги были очень и очень небольшими. И, соответственно, по деньгам результат. Поэтому мы не можем сейчас вспомнить каких-то таких вот огромных результатов. Но зато, я еще раз говорю, мы можем числить Опеля в числе крупнейших производителей пассажирских легковых автомобилей в 30-е годы, в середине 30-х годов. Что тоже почетно, да, и сегодня мы это можем сделать. Что немаловажно. Что немаловажно. Давайте вернемся к серийным машинам. Мы затронули Опель Кадет. Вот, кстати, вот есть информация, что все-таки имя Кадет появилось не на, в общем-то, предприятии самого Опель, а на Воксхоле в Англии, да? Вот так ли это было? Что за история? И вроде как Воксхол достался американцам несколько раньше, чем непосредственно Опель. Ну, понимаете, Воксхол – это известная английско-британская марка, да, которая существовала с самого начала 20-го века. Девизом этой марки всегда был такой горделивый, несколько хвастливый девиз. Вот, собственно, Кадет. Дороже многих, но лучше всех. И вот, когда после Первой мировой войны многие из автомобильных марок стали перекупаться американцами, ну, в общем-то, попал и в это число и Воксхол. Но, понимаете, для англичан, как и для любых других людей, очень важно, чтобы у них была собственная национальная марка. Понимаете, вот очень важно ощущать, что они ездят не на Опеле, хотя, в принципе, сейчас вот все, что производится под маркой Воксхол в Англии – это Опель. Да, смотрится, как бэдж инжиниринг просто. Вот. А на самом деле считается, что это британская марка. И вот для них всегда было очень важно, чтобы британские марки оставались британскими марками. Понятное дело, что когда GM прикупила Воксхол, держать в Европе два бренда, выпускающих совершенно одинаковые автомобили, и как бы не использовать достижения одних в достижениях других, в укреплении имиджа других, было бы неразумно, согласитесь. И понятное дело, что они что-то использовали из Опеля в Англии, из Англии в Опеле, но появилось ли это имя реально в Германии или нет, я сказать точно не могу, потому что вот просто такой информации у меня нет. Я над этим никогда не задумывался, честно говоря, и вот такой информации у меня нет. Но о том, что кадет стал достаточно популярной моделью и одной из целой серии моделей с подобного рода милитаристическими, я бы сказал, названиями, там еще был «Опель-капитан», потом был «Опель-адмирал» и так далее. Да-да-да, целая серия. Целая серия военных таких вот названий в моделях появилась у Опеля. И все это продолжалось на протяжении 30-х, 40-х годов. Ну, пока, понятное дело, производство не прикрыли, перешла компания на выпуск более нужной продукции, чем легковые автомобили в это время. Ну, и кадеты, и адмиралы, и капитаны, они использовались в немецкой армии, ну, не как штатные автомобили, да, а как автомобиль для перевозки офицерского состава, для передвижения офицерского состава и выполнения каких-то таких невоенных функций. Давайте сразу немножко оставим тему войны, а перенесемся чуть-чуть позже. Вот конец войны, как Опель вернулся в GM после войны, и вообще что происходило? По сути дела, получалось, что в годы войны американская, принадлежащая Америке компания работала на немецкую военную машину. То есть некий парадокс. Сами владельцы воюют на одной стороне, а получается подразделение компании, в общем-то, как вы говорите, поставляет автомобили для офицерского состава. Ну, оно не поставляло автомобиль, оно уже закончило производить автомобиль к этому времени. Ну, давайте не будем забывать, да, что в Германии был установлен нацистский режим, очень жесткий. И понятное дело, что одним из первых актов этого режима было прибрание к рукам всех ключевых отраслей промышленности. Ну, не надо забывать, что в 30-е годы Германия еще, в начале 30-х годов была еще связана с Версальским договором. Она не имела права производить мощные моторы, она не имела права производить самолеты в определенных конструкциях, корабли, автомобили и так далее. И вот этого всего не надо забывать, да. И когда немцы пришли к власти, это первое, что они, фашисты пришли к власти, нацисты, они первое, что сделали, это отменили все вот эти вот ограничения. Они сказали, что не будут им подчиняться. И все, кто недоволен, ну, можете выражать свое недовольство как-нибудь по-другому, да. Мы этому не будем подчиняться. И, во-вторых, мы все эти предприятия, когда уже речь пошла о том, что началась война, все эти предприятия, понятное дело, были национализированы. Как это в любой нормальной стране было бы и сделано в воюющей стране. Соответственно, у Германии оказались не только предприятия «Джем», но и предприятия «Форда», но и предприятия французские, которые оказались на завоеванной территории. Ну, почему? Например, заводы «Рено» выпускали грузовики и ремонтировали танки для немецкой армии. «Берлие», «Пежо», «Ситроен», который тогда под управлением «Мишлен» находился. То есть, они, фордовские заводы во Франции, они все были вынуждены работать так или иначе на германскую армию. Ну, понятное дело, что они часть автомобилей выпускали для армии, часть автомобилей они выпускали для гражданских внутренних нужд. Но, тем не менее, они были вовлечены в этот процесс, и то, что в Германии американская компания национализированная выпускала продукцию военную, которая использовалась против Соединенных Штатов, ну, в этом ничего удивительного как раз. Законы военного времени, понятно. Другое дело, что вот потом, после войны, уже стали выплывать какие-то вещи, что вроде как кто-то из американских владельцев продолжал финансировать ввиду своих симпатий и так далее. Ну, опять, во-первых, документов, которые бы это точно доказывали, у меня нет, я не могу это точно утверждать, да. А во-вторых, такие вещи всегда всплывают рано или поздно, когда компании хотят нанести какой-то вред, да. Поэтому, что тут правда, что нет, установить крайне сложно, да, и говорить об этом я бы сейчас не хотел. Давайте вот к возвращению. Вот война кончилась, мы знаем, что по репарациям много автомобилей досталось Советскому Союзу, в том числе у нас появился замечательный автомобиль, который впоследствии будет назван «Москвич», а тогда, да, была модель КИМ-1052, которая поразительно напоминала, вот, собственно, автомобиль «Оперкадет». Ну, вы знаете, вот история «Москвича» и «Опеля», она имеет свою предысторию, и она находится в 30-е годы, когда Советский Союз очень часто отбирал автомобили для последующего копирования возможного. И вот у меня есть запись заседания технической комиссии, которой было поручено выбрать тип автомобиля магулитражного для СССР, и там обсуждалась проблема, ну, тогда такие машины назывались цельно тянутыми, да. Вот если тянуть машину, то с кого? И главным претендентом на то, чтобы тянуть, был «Опель». Это конец 30-х годов. Главным претендентом на то, чтобы тянуть был «Опель», потому что эта машина по своим характеристикам, сейчас «Кадет» говорил о «Кадете», эта машина по своим характеристикам была очень близкой к тому, что было нужно в Советском Союзе тогда. Это лишний раз подчеркивает вот качество продукта, которую «Оперкадет» сделали. Ввиду вот эту вот всю предысторию, мы с вами можем понять, что да, что-то было вывезено из зоны советской оккупации в Москву, какое-то оборудование, понятное дело, чертежи. И если вот по-хорошему говорить, да, честно, положа руку на сердце, то тогда победители не брезговали ничем. Потому что потери в войне были настолько велики, материальные, технологические и человеческие ресурсы Советского Союза были настолько сильно подорваны, что для их восстановления понадобилось привозить технологии из Германии, в том числе и технологии, в том числе и оборудование, в том числе и образцы какие-то брать. Понятное дело, что полностью воспроизвести автомобиль немецкий в тех условиях, которые были в Советском Союзе после окончания Великой Отечественной войны, было невозможно. Ну, не было многих металлов, которые применялись, просто не было, да? Не было, в конце концов, нужного размера стальных листов для штамповки кузовных панелей. Вот на Победне, если вы помните, поначалу их сваривали, только потом штамповали, да? И сказать, что вот взяли и привезли, понятное дело, в строгом смысле нельзя. Да, что-то привезли, но все это пришлось адаптировать под существовавший уровень производства, под существовавшие возможности. На это ушло какое-то время, да? Их построили, эти автомобили, их испытывали неоднократно, в 1948-1949 годах еще проходили испытания отдельных моделей. И только потом стало возможным запустить их в производство. Поэтому, и более того, в Советском Союзе существовали совсем другие сорта топлива с горюче-смазочным материалом. Да, ну, огромная работа. Были другие условия эксплуатации, совсем не похожие на те, в которых эти автомобили эксплуатировались в Германии. Ну, да, взяли и адаптировали. И, ну, на протяжении истории автомобиля это производилось неоднократно, не только нами. Поэтому и осуждать там или какие-то слова говорить в адрес тех людей, которые этим занимались, я не буду. Это история этого. Предлагаю вернуться именно к, собственно, опелевским машинам. После войны появляется такая машина, как Opel Olympia Record. Давайте посмотрим сюжет об этом автомобиле. После военные годы компания Adam Opel AG, как писали в передовицах тех лет, развивалась бурными темпами. Фирма вернулась к прежним владельцам, то есть к американскому автогиганту General Motors. На конвейере стали появляться новые модели. Правда, конструкторам пришлось попотеть. На Opel столкнулись лбами две части света – Европа и Америка. С одной стороны, необходимо было учитывать вкусы соотечественников. С другой, взгляд на автомобильную индустрию все же спускался из-за океана. Одним словом, из ворот выходили переосмысленные, а заодно уменьшенные в размерах штатовские идеи. В 1953 году в свет выходит Opel Olympia Record. От прежней модели остались только часть названия и несущий кузов, да и тот совсем другой. Почти без изменений остался и двигатель. Однако при том же объеме в полтора литра он уже развивал 40 лошадиных сил. Машина покидала цеха в трех версиях – седан, универсал и кабриолет. Последний окрашивался в светлые тона для придания машинке воздушности. Кабриолет кабриолетом, а рамки стекол прочно занимали свое место в дверях. Верх же был матерчатым и складывался позади задних сидений. До 1956 года Opel оставался на рынке единственным немецким производителем кабриолетов. Еще одной отличительной чертой Olympia Record был двухдверный кузов у всех без исключения версии. За семь лет выпуска модель претерпела несколько реанкарнаций. К 1957 году Olympia Record получает новый мотор, новый кузов, от чего стало смахивать на Бьюик. А три года спустя от прежней Olympia остался один рекорд. Ну вот небольшая зарисовка, как это можно прокомментировать, так это было на самом деле. Ну вот вы знаете, на самом деле вот 1953 год – это, я бы сказал, поворотный, один из поворотных годов в истории Opel. Дело в том, что сразу после войны американцы не шибко торопились прибирать к рукам завод опять. Потому что ему надо было восстанавливаться. Надо было восстанавливать, надо было вкладывать туда какие-то средства. И они предоставили это дело немцам. И немцам пришлось самим выпускать какие-то автомобили. В 1947 году они начали выпускать Olympia старую, потом начали старый капитан с небольшими изменениями выпускать. И только к 1950 году, когда завод в Рыселхейме был полностью восстановлен, там началось производство, американцы прислали туда свою комиссию. General Motors. Ну, они решили, что ну да, теперь вот мы можем вроде взять это дело в свои руки. И взяли, и к 1953 году объем производства на заводах Opel достиг снова 100 тысяч единиц. Три года. Три года вот фактически, да. Да, это большое достижение, большой прорыв. Ну, потом в 1956 году был запущен новый кузовной завод, потом были запущены другие заводы. Но факт остается фактом, что в 1957 году было продано 848 тысяч автомобилей Opel. Так вот, в течение трех лет, да, 55-й, 56-й, 57-й год 847 тысяч автомобилей было продано. Это много или мало? Это сумасшедшая цифра. Это сумасшедшая цифра до тех лет. То есть, опять-таки, мы имеем пример влияния положительного заокеанского капитала на европейскую продукцию, на европейскую фирму. Причем, если мы сейчас будем говорить, что они были похожи на американские машины. Ну, да, были похожи просто, ну, не ввиду того, что копировались какие-то американские вещи, хотя и это тоже имело место. Но дело в том, что просто существует некий такой временной стиль в дизайне автомобилей, да. И он присущ всем автомобилям, которые делаются в мире в определенный промежуток времени. Если мы сейчас посмотрим с вами на современные автомобили, то мы сразу отличим автомобили 80-х годов прошлого столетия от автомобилей 90-х. Я думаю, даже обычный обыватель, нет специалистов, сразу скажет, сколько автомобилей. И понятное дело, что вот, представьте, 50-е годы, да, эта война кончилась. Люди начинают жить, люди начинают обустраиваться, надеяться на будущее. Бензин стоит копейки, в Америке особенно. Понятное дело, появляются огромные автомобили. Ну, а в Европе нельзя было таких автомобилей себе позволить. Они были поменьше размером, но по дизайну кузова они несли на себя. Да, опять же, здесь был разговор о цветах. Почему яркие цвета, а не какие-то черные? Черные напоминают танки, машины, военные, черная форма, сердце, все что угодно. Люди начали радоваться жизни, начал бурно происходить вот такой расцвет автомобильной промышленности, который продолжался вплоть до 70-х годов, когда начал давать о себе знать кризис. Ну, во-первых, топливный, да, во-вторых, производство экономический. Собственно говоря, производство на «Опеле» продолжалось довольно бурными темпами. Должен сказать, что вот в 1966 году фирма выпустила миллионный, заметьте, кадет, миллионный. Мы с вами помним, что фирмы, которые производили миллион автомобилей и моделей, которые производились миллионами, было не так уж и много. Ну, это «Жук», наверное, да, вот в первую очередь здесь. Ну, это «Форт Т», в первую очередь знаменитый, да? Да, конечно же. И вот «Опель»-кадет, который перевалил в 1966 году за миллион выпущенных. Это очень много для европейских заводов. Кстати, у нас буквально меньше минуты до конца. Извиняемся, дорогие зрители, что буквально вот на середине прерываем эту историю. Я думаю, нам придется встретиться еще, потому что еще несколько славных страниц истории. Если вкратце, вот какое-то резюме, но у нас уже даже нет времени его подвести. Я напоминаю, что мы обсуждали сегодня историю марки «Опель», замечательной марки, которая развивалась самостоятельно и в разные годы, в разные эпохи привносила что-то свое в свои автомобили. И причем делает это очень точно и профессионально. Сегодня мы обсуждали эту тему именно потому, что сегодня 80 лет со дня того, как GM приобрел эту немецкую компанию. Я напоминаю, что в гостях у нас был историк Константин Шехтинский. Это была программа «Попутчик». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова